Учитывая тот факт, что когда мы заходим в больницу и на первом этаже это впечатление, что там не пол больницы, а хуже, чем центральный рынок, есть мое личное предложение, уже я думаю, что рассмотрят все эти решения. Я предлагаю реконструкцию о больнице, чтобы предусмотреть реконструкцию. И поэтому я поддерживаю предложение относительно продления договоров до конфагола в связи с реконструкцией ООО. Я поддерживаю Ирину Лицкову, в первую очередь, во вторую очередь, так как у нас аптеки вокруг больницы, жечь, я вообще предлагаю исполнить их, чтобы нет. И по реконструкции, вот как говорила Ирина Лицкова, я считаю, что будет что-то красивее делать там, чем в эти аптеки прямо там в ходе. В основном, в целом, как те же вопросы, которые поставили коллеги по вопросу реконструкции, я бы сказал, что Грецкого, но обязательно, вот коллеги второй говорили, что возможно привлечь экономических агентов. В зависимости от вклада этих экономических агентов на реконструкцию в данном случае общего этого помещения, возможно, надо изменить или принять решение об изменении и сроках предоставления в аренду этих помещений. Я предлагаю, потому что это многое значит. Да, на полгода, на год. Вряд ли за какая-то вклада, какие-то вклады, 200-300 или 100 тысяч, но если это будут сроки 3-5 лет, возможно, они и пойдут на то, что вклады в средства. Но я поддерживаю Ирина Лицкова, потому что в той аптеке, в той больнице надо вообще разобраться с этими аптеками. Если посмотреть на ценовую политику внутри больниц и выйти в центр, то ценовая политика сильно отличается в этих аптеках. И плюс то, что там начали у нас продажи, как на овощном рынке, то это тоже надо, наверное, прекратить. Поэтому давайте сделаем до конца года, и чтобы они, наверное, принимали участие в конструкции. Это будет соответственно красивый, наверное, план, объект, архитектурное какое-то сооружение. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова